здравствуйте дорогие друзья мы находимся вот в такой небольшой обогреваемой теплице у нас еще за бортом снег лежит еще сугробы не все сошли а здесь уже достаточно комфортной температуры для того чтобы вынести сюда рассаду вот она здесь такая зелененькая пушистенькая она уже не будет тянуться на подоконнике собственно говоря там и места уже не хватает пока были все у нас сеянцы в небольших плошечках потом это все распекировалась ставить некуда и вот такая теплица которая обогревается печкой прачкой натопится дровами вместить может достаточно много рассады здесь и помидорчики и перчики как я какая-то цветочная рассада мы с вами сегодня поговорим о перцах и я вам скажу о том что торопиться их высаживать именно вот на грядку в теплицу не надо здесь вот и отапливается теплица и солнышком нагревается и днем тут иногда до 30 градусов доходит температура то есть реально просто можно вот кофту снять и как летом себя ощущать но дорогие друзья сейчас продаются термометры которые специально вот для садоводов и можно померить температуру почвы вот это такой градусник стоит у нас здесь всего лишь 10 градусов перцы это у нас очень нежные растения очень теплолюбивые и они катастрофически резко реагируют вот на такие стрессовые условия если только мы посадим сейчас корнями именно в грунт то они вообще затормозят в росте и могут даже заболеть вы потом будете ломать голову а почему это у меня перцы вроде бы зеленые хорошие кусты они как не дают завязи цветов никак не созревают а все от того что слишком рано посадили вот такую холодную почву поэтому вот смотрите вынести можно и вот как здесь хозяева этой теплицы сделали на специальную подложечку вот где-то пенопласт где-то утеплитель просто до чтобы изолировать от холодной именно почвы и на воздухе находятся эти горшочки и нормально перчики здесь развиваются я вам покажу что это за перчики были это так называемые перцы быки фирма гавриш вот так интересно назвала свои перцы это оранжевый бык красный бык и белый бык почему быки но наверное потому что они такие крупные они кубовидной формы и бычий лоб буквально напоминают вот отсюда такое название это перцы которые хорошо удаются в средней полосе они сочные 8 миллиметров у них может достигать толщина стенки очень ароматные подходят для салатов просто великолепно потому что еще и ароматные очень вот оранжевый бык красный бык это вот с такой яркой окрасочкой белый бык это перец который имеет в технической спелости вот такую именно белокремовую окраску а уже в биологической спелости красный появляется окрасочка но вот характерно именно для этого сорта белый бык то что уже сладость появляется сочность и аромат именно в технической спелости и можно использовать и пока нет красного пигмента вот этот перец белый бык может быть вообще для любых людей использован у кого аллергия какая-то у деток аллергии да вот пожалуйста такие перчики вот эти перцы красный бык и оранжевый бык имеет средний рослый кустик он где-то до 90 сантиметров даже в теплице не выше а вот этот белый бык он высоким может вырастать и если технологии вы правильно соблюдаете то просто увешан вот этими вкусными ароматными кубовидными перчиками они прекрасно подходят для фарширования ну то есть всеми любимые именно такие перцы вот сейчас такая рассада посмотрите это вот красный бык видите у нас конец марта уже сюда выставили перчики вот такая рассада и они как раз успеют у нас замечательно дать плоды еще я вам какую рассаду покажу смотрите дорогие друзья вот она такая маленькая и кто-то боится у меня еще перчики маленький конец марта они у меня еще совсем мало выросли дорогие друзья перец красный бык является очень скороспелым и у него всего 95 100 дней от всходов до начала плодоношения так что все успеет и смотрите у нас конец марта а впереди у нас еще апрель почти весь май пока они будут высажены у нас действительно вот на грядочку да то есть это будет полноценная рассада с крепким хорошим стебелечком не вытянуты хозяйка этой теплицы любовь куричева она нас любезно сюда пригласила готовит особый состав который является и подкормочкой и стимулятором и еще поддерживает иммунитет смотрите дорогие друзья это вот такой настой из хвойных растений сюда может идти буквально все что у вас есть на вашем участке у кого-то растет декоративный кедровый сланник у кого-то сосна горная у кого-то туя можжевельники все это может быть использовано веточки нарезаются практически полная баночка вот так вот упаковывать с этими веточками и дальше заливается все это водкой и в вот одной столовой ложки и такая подкормочка очень нравится растение можно ее давать и под корешок можно давать и по листочкам методом опрыскивания вот сейчас у нас очень холодно погода такая пасмурный поэтому по листочкам мы не будем брызгать но уже почва подсохла поэтому все-таки полить нужно и еще поскольку вот колебания температуры такие и если только солнышка нет прям вот резко падает либо подтапливать надо либо поддерживать такую умеренную влажность и применять специальные такие фунгициды которые будут защищать корни от загнивания потому что дорогие друзья вот в таких условиях когда еще прохладно очень высока вероятность заболевания именно вы перельете а вот холодная такая погода в сырой такой холодной почве корни могут заболеть вот я предлагаю использовать фитоспорин это как раз на настой фитоспорина а для подкормочки возьмем гуми кузнецова мягкой гуминовые удобрения содержит макро и микроэлементы я применяю себя мне очень нравится сейчас быстренько сделаем растворчик и польем первым делом мы добавляем хвойный экстракт очень хорошо пахнет елочками такой прям хороший сильный запах дальше идет гуми кузнецова там по норме отмеряется всего несколько капелек ну вот примерно столько достаточно для подкормки ну и фитоспорин тоже чуть-чуть вот немножечко капельками не капельками я всегда на глазок делаю вот такая получается у нас подкормочка и одновременно защита от болезней по чуть-чуть мы поливаем много не надо именно чтобы просто растения у нас были напоенные накормлены чтобы перелива у нас не было и застой влаги тоже не было ну вот так мы каждой растеница можем полить дорогие друзья это подкормочка у нас может проводиться достаточно часто поскольку мы здесь взяли совсем небольшие дозировочки если делать вообще все так по нормам то 10-14 дней перерыв но мне кажется что вот лучше поменьше класть в этот раствор но почаще давать эти подкормки чтобы было более равномерное такое поступление питательных веществ здесь растения в хорошем состоянии листочки зелененькие хорошие если у вас например началось какое-то пожелтение листьев да то можно дать во-первых фировит это где железо есть да или есть такое удобрение который содержит комплекс сразу микроэлементов это 9 богатый от башенком вот такое можно использовать удобрение но и еще можно подкормить удобрением где побольше азота содержится я все-таки предпочитаю какие-то комплексные подкормки можно акварин растворин взять вот такие вот они сейчас есть буквально в каждом садовом магазине ну что дорогие друзья заходите к нам почаще видите какая прекрасная рассада здесь написано какого сорта этот у нас перчик вот в данном случае красный бык да и будет у нас красный желтый и белый красота будет невероятные на тарелке но и если вы сделаете фаршированные перчики подадите их столу тоже будет прекрасное украшение для вашего праздничного стола всем хорошей рассады хорошей погоды чтобы она побыстрее нас радовал солнышком украшен